я вас приветствую здравствуйте да добрый день спасибо что вы с нами ну давайте начнем с коронации инаугурации путина вот сегодня она состоялась в 12.00 все федеральные каналы разумеется и транслировали песков тут же заявил что речь путин писал сам и в инаугурационной речи впервые ничего не говорится про свободы россиян и ни разу не упоминается слово демократия представляете вот ни разу он об этом не сказал но помимо прочего на самом деле все было очень скучно там были конфузы значит его высочество путин об этом якобы вот как пишут журналисты сказал кирилл пиджак располневшего кадырова значит как только он вошел в этот кремлевский дворец он не смог самостоятельно снять себя верхнюю одежду пришлось помогать его прислуги ну и что и стрельба из пушек по деревьям а вот мы сейчас наблюдаем эти кадры с кадыровым слушайте ну я не знаю даже вот с какого вопроса врача дело в том что он говорит что запад это худшее что существует в этом мире и в то же время говорит мы не отказываемся от диалога вот в этом весь современный преступник путин или как это трактовать ну а у него же это идет как от обиды когда дети из песочницы например буллет да то собственно говоря дети вот обижаются вот сейчас путин и ведет себя именно таким обиженным ребенком когда его из цивилизованной большой мировой семьи в общем это попросили вон и вот он теперь пытается доказать не знаю уж кому от свои злобы наполняются и мы видим вот эти вот все потуги о том что весь запад это враги хотя ведь вся элита и будем в первую очередь им нравилось и нравится как живет западный мир да только вот они думают что могли сделать симбиоз из азиатского и западного такого мира если брать соответственно роскошь и скажем так блага это западный ответственности там права свободы это как раз из азиатского да то есть это мы не хотим не соблюдать мы не хотим этого ничего делать и вообще у нас у россии вот этот вот особый путь он так и появился по большому счету вот это так называемый особый путь это из-за того что в общем-то на западе все-таки есть определенные да и негласные правила и гласные правила которые путин и его сообщники уже даже и соратники не хотели не выполнять не хотели не хотели приносить опять-таки свое виде как запада может лавировать как можно покупать запад в общем-то было на последнее десятилетие перед полномасштабным вторжением огромные суммы тратились именно на покупку элит западных странах я это лично наблюдал как происходило великобритании все то же самое было и других странах мира но тем не менее вот эти все безумные деньги которые тратились на покупку такой индульгенции быть при легированном обществе они потерпели крах и теперь как бы путин вот в отместку воюет с западным миром так что в общем-то его коронация на пятый незаконный срок сегодня ну как-то скажем так они не изобрели велосипед потому что они не инноваций никаких и вообще ничего нового в жизни на принести не могут использовать старые лекалы и в общем то мы видим вот все то что происходило сегодня она скажем так совершенно планировалось прогнозировалась и ожидать что другое было совершенно ну невозможно но по поводу слов пескова но это смешно конечно звучит как путин сам там якобы себе обичит речи это в общем то такого никогда не было и вряд ли происходит сейчас но вот другое дело что конечно какие-то вещи всегда там тот или иной на чиновник он правит под себя но тем не менее говорит о том что как бы путин тратил время на то чтобы написать эту речь ну это мне кажется не знаю кто может в это поверить но опять-таки пескова задача такая он ее выполняет мы прекрасно знаем что ни одного слова правды не выходит из уст этого человека либо же любого другого российского чиновника высшего так что здесь в общем то все что не сказал ну окей хорошо приняли к сведению пошли дальше называется ну а вот все те сегодня кто собравился на этом так называемой коронации это конечно же военные преступники которые обязательно получат возмездие понесут заслуженное наказание они их семьи это вот сегодня главные на самом деле враги демократии это главные военные преступники это те кто приводит россию к развалу и приведет к гражданской войне так что каждый из этих лиц можно будет в общем то повнимательнее посмотреть на кадры нужно будет зафиксировать просто каждого в очередной раз безусловно потому что там мало было скажем так новых каких-то людей поэтому и в дальнейшем в общем-то делать все возможно для того чтобы они действительно как можно скорее получили возмездие по полной программе причем действительно достаточно жестко чтобы в дальнейшем в истории не повадно было подобные вещи совершать в очередной раз вы знаете вчера мид россии вызывает на ковер послов британии потому что кэмерон сказал что украина может бить по территории россии оружием великобритании и посла франции потому что им слышатся какие-то воинственные как они пишут заявления со стороны макрона и представителей французской власти и я был очень удивлен когда узнал что представитель франции сегодня присутствовал на этой инаугурации до представитель франции без британцев без соединенных штатов без большинства стран европейского союза там и венгры и мальтийцы да и из кипра были но слушайте что это было то есть они же своим присутствием легитимизируют его ну а слушайте если бывшей скажем так российской оппозиции совершенно нормально было выстроиться в очереди 17 марта и пойти легитимировать режим путина и те люди которые называли себе до этого оппозиции и делали какие-то не знаю там какие-то действия до оппозиционном плане то почему спрашивается у нас есть теперь вопросы и претензии к странам которые посылают свои представители ну наверное нужно себя начинать да поэтому и вообще совершенно действительно вот это 17 марта я давно уже говорил так и зафиксируется уже это смерть вообще российской оппозиции была сегодня эта оппозиция себя полностью разоблачила вот этими состояниями в очередях и легитимации так что здесь не знаю почему франция прислала они как-то реагировали я просто не видел эту информацию от французских сми пока еще она не скажем так не вышли на завтра будут полосы газет наверно как-то это будет рассказано и объяснено но тем не менее немножко странное согласен выглядит немного странно а был ли посол я просто опять-таки не в курсе где кто или просто представитель французского посольства здесь тоже можно говорить об этом да то есть в общем то здесь можно рассматривать наверное как какого-то ну полусекретного посланника от президента франции от макрона для того чтобы на этой встрече передать определенные не знаю там требования просьбы мы можем гадать полководных да мы знаем сейчас встречается президент франции с главой китая да будет в том числе обсуждаться перемирие во время олимпийских игр возможны вообще всех конфликтов не только включая войну россии и украины но вообще всех конфликтов которые идут сегодня в мире ну вот будет попытка скажем так под олимпийское движение ну издавна действительно это исторические такие вещи когда войны прекращались приостанавливались во время олимпийских игр еще очень много много мнения посмотрим как будет реагировать французское средство массовой информации да и вообще елисейский дворец будет комментировать эти вещи и будут ли комментировать допустим представители других государств в том числе и первых союзников украины от великобритании и сша ну естественно всех остальных кто входит в коалицию рамштайн но так что гадать можно сколько угодно действительно вызывает небольшие небольшое удивление и вопросы подобные действия но наверное можно как-то это объяснить подождем объяснений да я абсолютно согласен подождем официальный комментарий но вот интересная очень мысль до вас прозвучало что действительно макрон же был скажем тогда лаком ну инициатором оси поддержал как раз во время их встречи вот это так называемое олимпийской перемирия поэтому возможно но это как-то можно связать с тем что представитель франции присутствовал посмотрим действительно подождем слушайте накануне российские оппозиционные сми или это какие я прошу все время теперь как бы их обозначать потому что у меня например как бы я не знаю оппозиционных сми ну просто вот я лично человек который в оппозиции уже находят 25 лет до прямой оппозиции владимиру путину ну и как то я что-то сегодня не наблюдаю оппозиционных сми может быть я что-то упустил если вы имеете ввиду всякие медузы дожди как бы эхи все остальное то никакого отношения к оппозиции они просто не имеют но просто зрители должны понимать наши да что сегодня никаких оппозиционных сми нету есть журналисты оппозиционные там люди работающие в подобных изданиях ну как издание оппозиционные нельзя обозначать это просто неправильно это ложь так что в общем то тогда прошу эти издания как-то обозначить чтобы просто понимать можно ли верить этим людям да соответственно и просто нужно понимать защищать они банкуют это очень важное уточнение спасибо за него тогда я тоже уточню давайте так сми которая позиционирует себя как оппозиционная вот она называется новая европа газета вот так вот они позиции себя оппозиционным сми до к режиму и вот они сообщают о том что кадыров предсмертном состоянии у них там вышла серия расследований кадыров предсмертном состоянии я не буду там в диагнозе уже и слушайте но судя по всему я не знаю соответствует ли этой действительности но болезнь прогрессирует потому что кадыров говорит сегодня следующее в этот месяц надо забирать ближайшую территорию обязательно одессу и харьков потом заставить зеленского подписать необходимые бумаги конец цитаты и я вот хочу вам понять как дырка не получится не одессу и харьков конечно конечно это мне никаких либо сомнений но слушайте это мы можем как бы стебать до всю эту историю можно с иронией относиться к этому и так далее это так действительно то есть это просто бред это бред больного человека или это человек который ретранслирует то чего там желает путин какие задачи он ставит своему военному руководству ну кадыров не имеет отношения к военному руководству начнем с этого кадырова кстати последнее время действительно в общем то там какая-то болезнь здесь насколько она серьезно и сколько ему осталось я не медицинский работник и я не могу сделать такие заключения ну вот что же касается там каких-либо расследований но опять-таки наверное есть были какие-то основания я не особо знакомился с подобными вещами потому что это как я уже сказал я в общем то не считаю что сейчас есть какие-то оппозиционные издания вот но тем не менее кадыров действительно из информационного пространства пропадал и сегодня был хороший повод для того чтобы там ну вот такие вот в эти дни да хороший повод чтобы напомнить снова о себе чтобы сделать какие-то такие заявления такие заявления подобного рода они всегда очень неплохо хайпуют да то есть это вот сильная рука все дела то есть в общем то мы видим что на фронте на самом деле ведь уже все москве видно что российские войска они не могут грубо говоря лицом к лицу воевать с противником они могут только бомбить мирные города что они собственно и делают и харьков и одесса сегодня и другие города но эти города в первую очередь там полностью пытаются разрушить инфраструктуру и как-то в общем то людей ну чтобы выжить наверное из городов то они просто мы видим как продвигалась до этого российская армия она продвигается просто по выжженной земле я там сколько месяца полтора назад уже был в донецкой области на линии фронта я видел прекрасно что творит российская армия то есть там жить уже вот приграничных к фронту территориях просто невозможно потому что действительно все разрушено они выжигают ну вот что касается там возьмут не возьмут я уже сказал дырка бубликов называется будет вот но тем не менее кадыров как бы решил заявить о себе я не думаю что это опять таки там указание военному руководству россии либо что-то еще он просто олицетворяет определенную группу людей достаточно широкую надо сказать не только чеченцев которые ну вот таким образом пытаются поддержать действия главного террориста номер один путина в тех или иных вещах в сегодняшней войне поэтому ну заявил и заявил что мы не видели эти тикток войска столь кадыровские как они там видосики делают ну так все это мы прекрасно видим знаем кто хочет это найти всегда это может сделать ну вот ну а то что пропаганда разносит подобные вещи ну это надо всегда делала это очень-то их работа и задача так что здесь вот если бы подобные слова вот прозвучали например от министра обороны шойгу да который пока еще является министром обороны я думаю что на самом деле есть большая вероятность что он перейдет на другой пост когда сейчас будет после вот этой коронации будет сформировано новое правительство я думаю будет перетасовка и шайгу скорее всего не имеет шанса не сидеть на кресле министра обороны хотя все может быть опять-таки но это буквально осталось на неделя мы это увидим сейчас все вот эти притрубации и самое главное действительно мы можем тогда вычислить вот этого бенефицара посадки его замминистра тимура иванова до сих пор пока еще тоже не очень понятно кто является бенефициаром само такое не происходит и кто сядет на эти лакомые куски коррупционные который контролировал и шойгу и тимур иванов да и ряд других действий так что большой передел собственности и власти он у нас стоит как бы в плане уже да у правительства у путина у администрации президента так что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать разные взлеты и падения разных людей андрей саныч хочу вас попросить дать профессиональную оценку вот есть две новости значит для наших зрителей сначала давайте оговоримся и скажем что в настоящее время запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских активов и вот сегодня издание политику пишет о том что часть стран европейского союза откажутся передавать активы эрэд на закупку оружия для украины днем ранее господин шольц канцлер германии говорит о том что я поддерживаю предыдущее предложение ес использовать выплаты по процентам это важно по процентам да за российские активы для поддержки защиты украины это две две разные истории то есть есть часть стран которые отказываются передавать активы это что значит те активы которые вот заморожены проценты это одна история а вот то что пишет политику это совершенно другое можете объяснить пожалуйста нет это все как бы звенья одной цепи просто дело в том что европейский да вообще собственно говоря вот этот мировой связанный аппарат государственный аппарат чиновничьи бюрократия слишком долго все происходит они слишком долго принимают подобные решения но слушайте действительно потребовалось два года для того чтобы те вещи которые два года назад там и обозначали которые были просто шокировали эти скажем так предложения лидеров европейских стран на то сегодня совершенно вообще нормальный вопрос по поводу конфискации уже не только передачи как бы да вещей а вопрос конфискации он действительно стоит на повестке дня другое дело что конечно хотелось бы естественно как-то больше все и быстрее чтобы продвигалась но тем не менее сегодня они отказываются но уже диалог идет да то есть уже как бы говорят об этом вслух два года назад я напомню такие вещи просто когда мы встречались с теми или иными политиками депутатами парламентов разных стран они просто в общем-то были шокированы этим вещами для того что такое просто невозможно проходит два года полно такой достаточно серьезной глубокой работы в том числе и по там информированию и население общество обществ в разных странах что сегодня в общем-то этот вопрос действительно стоит на повестке дня обсуждаются да действительно ряд лидеров пока отказываются но давайте мы все-таки хорошим примером я сюда теперь привожу как раз президента франции Макрона мы вспомним ведь когда начиналось масштабное вторжение он в ежедневном режиме просто у них там должно было отсохнуть и руки и уши названивал путину и сегодня мы видим что франция одна из первых стран которая готова рассматривать вопрос о посылке своих собственных солдат в украину да то есть это пока вопрос вообще он начал обсуждаться что не дал что совершенно опять-таки не могло быть два там чуть больше двух лет назад когда начиналось полномасштабное вторжение тем не менее а то что этот вопрос встает на повестку дня то что этот вопрос обсуждается в средствах массовой информации понятное дело что там или иначе везде присутствуют там уши российских спецслужб и сильно огромные деньги тратятся на выбрасывание неправдоподобной информации или каких-то пугалок и страшилок но тем не менее то что этот вопрос обсуждается уже с первых передовых и ведущих изданий газет там средств массовой информации то что об этом говорят уже лидеры стран это уже большой шаг да еще раз повторю все идет очень медленно все развивается не так как нам бы хотелось но речь идет сейчас вот ведь только об этих там 350 миллиардах это российские деньги замороженные а российские граждане ну вот как бы я мы проводили ресерч в нашем международном санкционном комитете ну и в принципе есть такие цифры я не знаю насколько они подтверждены за последние 10-15 лет из россии россияне вывели около полутора триллиона триллиона долларов это эти деньги просто ну то есть они даже невозможно подсчитать да мы говорили до этого что российские граждане владеют имуществом недвижимостью акциями денежными средствами в европе это на сотни миллиардов а тут как бы уже за 15 лет представляете эти деньги они же не вернулись обратно в россию эти деньги где-то осели они где-то работают они где-то мертвым грузом лежат но тем не менее эти эти это имущество принадлежит российским гражданам пособником этого режима владимира путина и конечно же они должны это все будут в общем-то ну как бы отдать как бы большому счету да я сейчас веду речь говорю о конфискации имущества мы сделали предложение на самом деле санкционным разным там направлением в правительствах тех стран которые как раз ведущие санкционные списки делают том что вот сегодня помощь украине оплачивают по большому счету налогоплательщики этих стран да та помощь одной другой стороны там вместе евросоюз на великобритании соединенные штаты другие страны которые входят в коалицию рамстай это все-таки оплата идет из кошельков да и карманов налогоплательщиков этих стран им же тоже должно быть какое-то возмещение в дальнейшем так вот мы сделали предложение насколько оно будет эффективно и насколько нам потребуется времени чтобы оно было скажем так введено в жизнь мы это посмотрим но с учетом того что действительно очень долго все происходит но тем не менее пока оно воспринято очень как то так тоже шокирующе непонятно как какие процедуры будут так вот мы предлагаем наш международный санкционный комитет предлагает правительством возмещать то есть те скажем так те суммы у российских граждан которые проживают на той или иной территории да чтобы в дальнейшем после там конфискации передачи средства для восстановления украины фонд для части репараций были какое-то и возмещение средств этим государством которые безвозмездно оказывали помощь украине чтобы граждане этих стран понимали откуда можно взять деньги эти деньги находятся вы на их территории их нужно будет действительно обнаружить и конфисковать это вопрос времени но тем не менее этих денег хватит с лихвой для того чтобы восполнить те потери которые несут экономики этих стран этих денег хватит и на восстановление украины я конечно понимаю что убитых граждан украины невозможно скажем так посчитать компенсацию но мы сейчас говорим о том что идет полное уничтожение инфраструктуры страны и это действительно сотни миллиардов уже сегодня порядка 400 миллиардов долларов приблизительно вот подобные подобный ущерб чисто экономически до происходит украины поэтому этих денег действительно хватит для того чтобы слегкой покрыть все вот эти расходы и все сделать компенсацию другое дело что опять таки эти правительства должны будут принять совершенно политическое это даже не юридическое это политическое решение что эти средства должны быть обязательном порядке конфискованы конфискованы у российских граждан поэтому сегодня это звучит опять-таки немножко может быть дико но уверяю вас через полгода через год об этом начнут уже говорить напрямую в этих странах потому что война пока не заканчивается до конца войны пока не видим и запад очень медленно принимает решение о грубо говоря переформатированию россии его же еще не принято но то что эти обсуждения уже начались да а мы там огромное количество лет тратим на то что как бы это так называемый режим change если раньше это было табу то сегодня это хоть как-то уже проникает опять-таки в обсуждения от этого еще пока и конечно там сторонятся в большинстве своем но это уже на повестке не так что здесь я могу просто как бы как сделать предложение что подобные вещи необходимо лоббировать необходимо эти вещи необходимо распространять и добиваться добиваться действительно у нас в любом случае все равно все получится просто хотелось бы чтобы это было быстрее потому что мы действительно огромное количество времени это тратим на вот эти вот бюрократические препоны и на объяснение мне кажется совершенно простых истин да которые в общем то пока не может со своей ментальностью западные лидеры западное общество осознать но уверяю проведя какие-то опросы сдав совершенно элементарные вещи на конкретных примерах там не знаю там больших олигархов когда в той или иной стране как бы присутствует их имущество я думаю что общественное мнение нас поддержит разных стран независимо от страны потому что действительно а почему спрашивается должны долгоплательщики союзнических украины стран оплачивать то что творит путин то есть путин делает устраивает геноцид украинской нации путин хочет стереть украину с лица земли а оплачивать это должны как бы граждане мира нет это как бы такое здесь я считаю что как раз именно возмещение это же не заработки да именно возмещение в дальнейшем за счет опять-таки российских граждан которые являются пособниками вот главное сейчас должно быть направление кроме поддержки в ссу там и российских добровольцев у российской оппозиции те кто еще себя может считать российской оппозиции то чтобы должны эти вещи совершенно в прямом без виляния доносить до представителей тех или иных стран этим занимаются международные санкционные комитеты занимаются ряд других оппозиционных деятелях но нас слишком мало и поэтому все медленно происходит адреса спасибо большое за этот фир хорошего вам интересного дня и берегите себя пожалуйста до скорой встречи спасибо всего доброго